Всем здрасте, как всегда на канале пиратская жизнь, да-да-да-да-да, с вами Куседа Нина и Владимир Павлович. И больной Вован. И больной Вован, да. В общем, ребятки, у нас сейчас будет обед, он же завтрак, он же обед, в общем, мы сегодня выспались, я намылась, смотрите, какая красивая, румяная, розовенькая, красивая. Вован так и не заставила помыться. В общем, он грязный, как всегда. Вован вечером моется. Вован вечером моется, да-да-да. Как все белые люди. Майку не могу заставить снять, девчонки, вообще просто, я ее сожгу, наверное, сегодня. У нас сегодня вечером будет, старый Новый год же, будем ритуальное сжигание в Ивановской майке устроим, да, да-да-да-да-да. Вот, короче, у нас на обед, смотрите, у нас... Кто-то ты дал. Это тебя спросит, это тебя спросит. Короче, у нас сегодня, смотрите, салат, огурцы, помидоры, красный лук. У нас сегодня нарыска, вкусная, ветчина, грудинка, сыр вкусный, хлеб нужно доедать. И вот такой вот у нас, это если вдруг ован не наестся. Все, приятного аппетита до жора. Надеюсь, ты наешься. И уже не стало, никакие яйца ничего делать, потому что я так много, и всего... Вот, в общем, у нас легкий завтрак, бутербродики немножко и салатчик. Вот диет. Худеем, девочки, худеем! Да, шучу, конечно. Короче, всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Сегодня выспались, никуда не звонили, никуда не вставали. В какой-то веке выспались, вообще. Вчера, как всегда, смотрели сериалы. А какой мы вчера смотрели? Мы вчера смотрели Сашу и Таню. Хороший такой интересный сериалчик. Все тоже положим. Что-то захотел, знаете, именно с майонезом. Майонез. Смешной. Раздражитель поджелудочных желез. Майонез. Майонез. Сидишь дома, подымелся. Вот что-то у нас. Давай поженимся, давай поженимся. На улице минус 20. Положи себе еще вон этот. На улице. Слушайте, реально, на улице вообще халадриго. Мне надо сейчас сходить, отнести эти, как их, штаны, чтобы мне их подшили. А я не знаю, как оттените. Я же замерзну. Прошу в аванс ходить, а он не хочет. Ну, ну, ну. Чего? Вот за столом первым. За столом первым. Да, да, да. Что-то там. Редиска, вредная редиска. Я здесь, короче, такая тема была очень интересная. Мне, по-моему, нравилась. Девушка рассказывала, что ее проверил молодой человек. То есть он сказал, что что-то она черная. Что-то попала в аварию или что-то такое, в общем. Ну, там что-то такое серьезное. И тут я вспомнила, он рассказывал одну историю. Как девушка, девушку проверял парень. Вот. Ей, его друзья позвонили и сказали, что, типа, вот он попал в больницу. Типа, он теперь совсем в плохом состоянии. Будет чуть ли не инвалид и так далее. Вот и посмотрели на ее реакцию. Типа, проверку строили. Может быть. Да. Как я поняла, девушка сбежала, да? Вот. В общем, смысл в том, что... Вопрос. Как вы считаете? Стоит ли вообще делать вот такие вот подобные проверки своим будущим избранникам? Жестко это, не жестко. Мне кажется, это очень жестко. Я вот на самом деле уже с Вованом прошла все проверки, мне кажется. Сколько я уже его болезни перетерпела? Сколько его характеров перетерпела? Как вчера Силя сказал своей Еве. Ева, ты меня дождалась из одной тюрьмы? Из больницы меня дождалась? Да, да, да. Ты считаешь, что я тебе буду изменять? Это он вместо меня тебе сказал. Ну, из тюрьмы я тебя пока не дожидалась. И слава богу. Ну, вот и да. Вот тут я согласна. Ну, не знаю. Знаешь, конечно, когда происходит что-то такое, да? Страх, думаешь, ой, ты не справишься, ты не сдюжишь. У меня такое уже было и с отцом тогда тоже, когда он заболел. Я прям, понимаете, прям плакала, боялась. Но потом, когда уже немножко успокаиваешься, когда как-то мозги начинают включаться наконец после всей вот этого шока ситуации, ты уже понимаешь, что, в принципе, это не так все страшно. Все нужно сейчас просто взять себя в руки и пойти решать проблемы. Как вы знаете, мне очень понравилась одна такая фраза, что если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема. Это всего лишь очередная трата денег. На нас сейчас, в принципе, можно решить очень многие проблемы, в том числе даже и здоровье. Не всегда. Лекарствами. Не всегда, но можно. Можно достать лекарств. Ну, здоровье как-то чего-то. Ну, эти лекарства дадут тебе здоровье. Вряд ли. Почему? Действительно вспомнить одного человечка, который сейчас боится, что у него корона. А-а-а. Вадик. А у него что? Паранойя. Паранойя. Так, сделал сейчас себе трехэтажный бутербайдиот. Что он, кстати, там в итоге-то? У него этот какой? Корона, не корона? Брон. Взяли назад. Не, я просто говорил, что он, типа, там чуть ли не отрицает, это у меня не корона, у меня не корона. Ну да. Ну, боится человек. О, знаете, как у меня трехэтажный бутерброд. Это у меня гамбургер. Точно. Рашин гамбургер. Такой бутерброд. А человек боится коронавируса. Я тоже, кстати, поначалу боялась. Думала, блин, это так страшно. Ну, когда вот мы его, грубо говоря, пережили... То, что рассказывает, что очень много умирает. То и сё. Ну, когда вот мы его, грубо говоря, пережили, этот коронавирус, понимаете, и понимаешь, что, в принципе, это не так уж и всё страшно. И если правильно начать лечить сразу. И вовремя. И вовремя, да. То будет всё хорошо. Самое главное, через не хочу. Да. В чём это главная щука? Обычно люди отказываются от еды. Только из-за того, что и температура, и прочее, прочее. От еды думаешь из-за еды? Да, у нас один лежал в палате. Вроде всё ел, 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 а тут бац, и отказался. Есть. Нужно через силу, через не хочу, хотя бы чуть-чуть, но есть. Иначе хуже будет. Наверное, так и есть. Вот насчёт того, что почему так, это вам хорошо устанавливается. Мне кажется, что он хорошо кушает. Тоже, если у него Олег, друг, он говорит, что вот он не так. Ну, сам по себе мало питается. То есть он худой, да, Олег? И вот Олег хуже устанавливается. Ну, ну, не лови, ты видишь? У него немножко другое. И, блин, запахи про... Пропадали. А, только у него до сих пор не устанавливаешь? До сих пор нет. Да. Я-то чувствую, и при запахе, и когда болел, чувствую запахи. Ты заметь, я тебя уже не бросила. Ты могла сказать, фу, ты коронавирус-предятен. Да, да, да. И ты тоже. Это, зараза, ты домой принес. Я-то где и могу поступить? А я где? А вот ты на работе. Слушай, какой вкусный салат. Это, кстати, хорошие огурцы, помидоры и лук красный. Вообще, какой. Я хорошо выспались. Поставил будинку сегодня. Но, так это, щадячий, щадячий. Это выспались. Это что, последние дни. То сюда, то туда, то сюда позвонить, то туда. Вот это вот прерывистый сон. Жесть. На улице халатрика. Кстати, хоть ты их все и закрыл, один фиг дует. Ну, это уже, извините меня, не мое проблему. Одевай носки. Угу. Что, что делать? Носки. Тапочка. Как у этого. Из рекламы Зева, да? Угу. 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 Так он сайт умный-то. Да, вы дайте и говорю. Мне кажется, у Вавана уже все установилось. По крайней мере, на лице, на лицо он стал уже таким-то, по мордости. Всего-то какие-то меньше недель дома. А уже смотри-ка. Одно дело лицо, а с другой легкие. Круглиц. Так в том-то и дело. Что в нём сейчас сидела с нашей подписчицы Кати. Переписывают. Вот. Она, кстати, тогда ещё посоветовала таблетки, которые потом уже посоветовал врач. В общем, короче, смысл в том, что её советы оказались верными. И она говорит, что не надо Вавану на улице носить маску. Ему нужно раздыхиваться. А вот мы сейчас с ним сидели, спорили. Он говорит, да, да, я буду носить. Смысл в том, что эта маска-то не защищает тебя. Она защищает окружающих от тебя. А ты сейчас уже не заразен, у тебя есть антитела. Ты уже всё, переболел. Галочку поставил. Кстати, у нас в Нижнем Новгороде сегодняшнего числа открывается этот... Вакцинация. Вакцинация. Причём всех желающих, как я понимаю. Не просто вот... Все, кто зарегистрировался на сайте, их обзванивают и по мере этого... Нет. Там можно позвонить и договориться. Нет. Кстати, в очередь. Да. По мере сступления вакцины, да, будут делать. Но смысл в том, что уже открыли эту вакцину. Будут обзванивать и делать. Ну, знаете, очень многие мне говорят, что просто не хотят делать эту вакцину, потому что говорят, как это специально, как людей истребляют. В общем, короче, очень противоречивые вот эти сведения по поводу этого козинации. Ну, благо, что вот в ванну, скорее всего, делать уже не надо. Да, мне не надо. Мне, скорее всего, тоже возможно. Мы это выясним через пару недель. Ну, вот. Так что это здорово. Что, в принципе, у нас есть уже естественный иммунитет. Мне не я вот. Ну, опять же, смотрите, там какие-то такие бонусы, совет, ну, это... Людям, которые вот эти сделали вот эту... Короче, вот эту вакцину. Да, там дают паспорт. Вот, например, чтобы поехать в какую-нибудь загранительную... Все, то же самое, Таиланд, например, да? Сейчас Путин активно продвигает вот эти паспорта. Что можно было проделить паспорт, скажем. Уже у меня все же вот эти две недели дурацких. Не делаю, наверное. У меня такое сейшиво, ванна меня каждый год проверяет на любовь. Каждый год у нас какая-то фигня происходит. То он болеет, то у нас какой-то ремонт, то еще какая-то фигня. Это прям кризис в отношениях у нас один год. Кого мне чуть ли не изменил. Каждый год у меня какая-то у нас проверки, проверки, проверки наших отношений. Каждый год мы их переживаем. Вредный, конечно, как не знаю кто, но... Зани жену, которая тебя терпит. Мне все девки пишут. Брось его, брось его, брось его. Уезжай в Сочи, уезжай в Сочи. Да, да, да. Да? Ну куда же я его брошу-то, в шоке? Яйца лучше? Да. Хинкали есть. Да. Мне можно будет в районе той кафешки найти, где ты, устрица. В районе бара. Ага. Или кафешки. Не, я, наверное, это у рыбака бы таксовался. Мне так понравилось, прямо все. Я бы с удовольствием сейчас этих устриц поела. Сейчас, смотри, как же это, говорят в Сочи, 24 градуса, прикиньте. Только ожидается похолодание. Ничего так. Я не хочу, я сыр. Что ты не хочешь, ты ешь? Ты смотрел, я бы взял. Я шел тоже себе гамбурга ждет. Он положит, а дальше угли. А, у тебя там уже 4. 3. Ветчинки. А уже 4. Вот. Жуй-жуй, глотай. Кому еду ты, я делаю? Тебе. Существу, салат прям вообще полудовый. Проверяешь, на любовь, да? Устанавливаться надо. Чтобы хорошо останавливаться, нужно хорошо питаться, и мне хорошо спать. Хоть и спать-то не дает. Так, сказка. Ой, знаете, каждый раз, вы знаете, ложишься в кровать, у меня, правда, такой балдёр. Всё, я в кровати, красота. Мне прям уже по кайфу. Я вот, знаете, вот ни копейки не пожалела, что вот мы купили эту кровать. Вот реально. Такой кайф, просто ложишься и прям балдеешь. Она такая прям, знаете, она прям у вас как будто обволакивает вся кровать. Она настолько мягкая, вкусная, ну, хорошая. Но сначала, знаете, я поначалу, конечно, мягкая, мягкая, у меня там шея болит, кто-сюда. Сейчас вот встаёшь, высыпаешься вообще. Ты подушку подобрала, и всё. Я сейчас подобрала. Ну, всё-таки мне вот в этой легче подушку. Ну, ещё, опять же, нужно при мычке, то, что ты спала на жёстком. Да, мы же жёстком, на жёстком спали 6 лет. А сейчас вот, видите, мы на мягком. Но сейчас вот на это нам мягко, с этого мягкого даже вставать не хочется. Не то, что мягкая, а поддерживающая. То есть, правильно. В общем, свою кровать, как своего мужика, нужно найти. Но, знаете, иногда думаешь, того ли мужика я нашла. Не уехать ли мне в Сочи, не найти ли мне там горячего сочинского парня, Кахо. И не зажигайте-то с ним в баре у рыбака. Я шучу. Господь. Кажется, я всех фриков собрали. Да, он сам не красавец. Джигур, да. Оп, 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 оп. Нет, вот видите, есть вот такие вот образы. Причём, кто-то нас считает фриками. На самом деле, очень многие звёзды просто вот хайпуют на вот этом. Свои вот такие вот, не от мира всего. Причём, то, что мы делаем, это вообще такой бред. По сравнению с тем, что они делают. Там уже такой градус повыше, он прям вообще жесть. Мы сегодня-то трескаем. Ну да, много жрём. Потому что любим пожрать. Кушаем. А, извините, мы кушаем. Мы много-много кушаем. Некоторые люди даже иногда и не видели, сколько люди кушают. Не, ну просто, знаете, не, о, о. Помню, кстати, передача была по Первому каналу, там по-моему, мужской-женской. Там же женщина была, пришла она, короче, там 200 с лишним килограмм. Ну да, пришла худеть. Вот я спрашиваю, а чем вы питаетесь? Говорит, я немного ем. Вот сегодня только вот супчика поела и всё. Вот стали показывать, как она ела этот супчик. Слеза в том, что вот у нас вот там есть тазик беленький на 5 литров. На 5 литров? Короче. Ну, короче, тазик на 5 литров. Ну, не на 3 литра точно. Просто тазик. Короче, тазик, да. И вот она себе налила борща. Вот тазик вот этого борща. Хлеба пол буханки точно. Вот пол буханки. С луком, там, с чесноком. Майонеза нафигачила. Говорит, вот один раз поела сегодня борщик. Ну, мы тоже много едим. Но у нас как бы вот тарелочка-то маленькая, в принципе. Да, иногда бывает, зажираемся. Нет, просто я про то, что, понимаете, если мы же себе не кривим душой, мы знаем, откуда мы толстые, да? А вот говорить, что ой, вот я ничего не ела, а я, блин, толстая. Это как у нас, по-моему, заражаетесь в комментариях. Ой, я вешу 90 килограмм пол сосисочки. Мне бы ваши сосисочки на семью из четырех человек хватило. Знаете, лучший комментарий, когда нам пишут, нам ваша еда... Оливье, Серёняка, под шубой, когда я делала, как бы это надо? Да там на 15 человек хватит. На 20. А мы ее, типа, за четыре раза съели. Ну, подождите, мы за четыре раза съели. Итого это восемь порций. Восемь порций. Мы, как бы, крупненькие, мы побольше себе отрезали. Ну, так что, в принципе, все логично. 15 человек. Хотя, ну, так у маленьких кусочек. Короче, смысл в том, что не надо кривить душой. Ну, хотя бы не скрываем, что мы едим. А многие там сидят, ой, похудеть не могу. Как я так говорил, Фаина Розенская... А, или кто это? Балерина. Моя преседка. Если хотите похудеть, хватит жрать. Нужно есть на пол ведра меньше. Это и на родесках. Вы как, гураль? Вход в доктор. Доктор, я не могу похудеть. А что вы едите? Ну, а кем вы работаете? Поваром. Ну, говорит, принесите, говорит, то, что вы едите, и, говорит, то, что вы пробуете. Это да. Ну, на следующий день приходит, приносит два, блин, гидра. Это, говорит, то, что вы пробуете? Нет, это то, что я ем. А, говорит, то, что пробуете. А то, что пробую, вон, прям, говорит, фуру, видите? Да-да-да. Типа, вот, нет, реально, когда готовишь, там, пьем. Одну попробую, вторую попробую. В принципе, это уже еда. А это не замечаешь. Вот именно. Это, как, знаете, это, как он просит курить. Надо признать проблему. Нужно понять, что ты не соблюдаешь эти, грубо говоря, правила. И, конечно, все будет хорошо. И, когда ты мозгу решишь, все будет нормально. А пока ты, вот, кривишь душой и так далее. Я говорю, я не хочу худеть. Мне он пока все устраивает. В этом я ем, сколько я хочу. Вот. Такие дела. Просто я знаю еще много примеров, когда потом люди говорят, что потом такой жор открывает, что они набирают те килограмм, которые они потеряли. Еще еда кучи, блин, вдогонку. Еще парочку-тройку лишних. Больше, чем было. Это из-за того, что психологически вот этот момент. А, будешь середов? Я, пожалуйста, пластырь-то. Наклеил. Не коррект. Принципился. Когда был у тебя пластырь, он, да, открыт урану его наклеил. Ты сразу в кровь. Наклеил сразу. Она, конечно, утрирована, так что такого не может быть эффекта. Но, тем не менее. Еще мне так хорошо стало. Так расслабился. У меня там только пластырь это, от сигаретки. Вкусный слад. Так, чьё-ка. Ямочка. Так вот. А что вот так вот? Жизнь проверяет, муж проверяет. Только я вот никого не проверяю. На любовь. Надо вот мужа как-нибудь проверить на любовь. Не знаю как. Жизнь СНР-зула. Да. Надо построить зикурат. Армить мы наступаем. Ой, говорит, надо дачу построить, только денег. Нужна древесина. Да. Нужно больше зол. А ты физику выучил? Исследование завершено. А, говорит, математику. Исследование завершено. Ой, скоро, говорит, бабушка с дедочкой приезжает, говорит, Армить мы на подходе. Это мужчина. Старый-старый вот этот паянт. А, кстати, из какой игры это было? Это не из игры. Это из игры было. Нет. Да. Нет. Ну, откуда это? Это ролик, типа, что типа все дети сейчас играют типа в игры. То-то и дело, что он общался с ними фразами из Варкрафта, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, не знаю, там какая-то игра. Ну, не спорю, но я знаю, что это из Варкрафта. Что ты мне, блин, это мозги-то взрываешь. Кстати, по этому классному фильму еще сняли тогда классный этот фильм. Только очень жалко, что, по-моему, это же... По этой игре. Хотели, по-моему, сделать вторую часть, а что-то не сделали. Нифига. А может сделать еще до сих пор. Ниже. Если снимать продолжение, то нужно еще... А там только две раз показали. Там, наверное, шпановка, которые вызывают горькие люди. Это в Эльфе, по-моему, тоже были. Эльф не был. Там Эльфы, был узнать кто еще. Маги и так далее. Я все жду, знаете, этого фильма Аватар. Господи, когда его снимают? Я помню, сначала в 20-м обещали. Тролера уже есть, кстати, из нового фильма. По-моему, это фильм был в каком, я не помню. Не вы хотели в 20-м это показать. Там что-то отложили. Потом на 21-м, я не знаю, помню, вообще на 22-м отложили. Потом из-за пандемии. Ну, хотя они, по-моему, до 20-м года еще сняли все сцены. По сути, там осталось только обработка вот этого. Там это монтаж делать. И вот они стали столкнуться с какой-то проблемой при монтаже. Они настолько долго его делают, что там, блин, здесь он не порвет все рейтинги, не порвет все оценки. Это будет просто эпикфер. О, отдай мне отдай. Да. Положим. Я люблю вот эту кожу. Как жвачка. Вкусно. А тут прикалывается. Армия тьмы не подходит. Еще вкусно мы питаемся. Напишите, проверяли ли вас ваши супруги либо партнеры на любовь. У нас сегодня такая тема. Вот так. А что-то я услышала, и решил поднять такую тему. А он меня каждый год, говорю, проверяет всякими этими болечками своими, какими-то хреньями. Я, да? Да. Может, не я, а вот там он проверяет наши чувства. Немножко выше. Ну, ты вспомни, мы, когда с тобой только начали, мы сразу с тобой с ремонта начали. Мы с тобой обои как-то мне сказали, а давай я тебе помогу с ремонтом. Я тогда, да, ладно. Мужика нового сразу, как говорится, в пекло. Нет, выдержал. А причем тогда мы с тобой тоже ругались даже. Ну, нет, потом успокаивайся, хорошо было. Потому что кто-то не мог клеить обои. Кто-то не мог клеить обои. Ну, потом научился, как это надо. Ну, мы обои вот эти вот делали в панелях все с тобой вместе. Ну, сначала клеили обои. То есть, ты помнишь в прихожей. Да. Это было то, с чего мы начинали. Фонарики. Это складывали рисунок. Да. Чтобы подходил. Я тебя учил. Ты меня учил. А потом стык-стык, помнишь, без нахлеста это делали. Угу. Ой, есть что вспомнить, конечно. Ну, вот каждый год у нас какая-то такая вот фигня. Но мне не нравится вот тенденция последних вот двух лет. когда он попадает в больницу, это вообще дурацкая фигня. Но с другой стороны, тебе, смотри, тебя там сейчас всего проверили. Вот всего. И на все твои телы, и на фиделы, и все, все, все. Все, что было. Да, то, что все хорошо в этом плане. Считайте, прошел полностью это... Диспансеризация. Диспансеризация. Да, правильно. Проверили все, что можно. Да, все, что можно. Сердце, почки, печень. Да. В общем, все. Да, ну, в хорошую больницу попал. Ладно, мои хорошие, напишите в комментариях, что вообще по этому поводу думаете. Стоит ли проверять своих партнеров? Я не знаю, это может быть даже один из лучших, наверное, в Нижнем Ногуле. В госпитале. Да. Все лучшее для тебя. Для тебя. Все, мои хорошие. Люблю, целую всех. Иван, всех тоже. Да. Увидимся. Мы сегодня, кстати, будем готовить очень много вкусного. Даже залетайте. Обязательно. Посмотрите наш ваннский рецепт. Кстати, подождите, стоп, стоп, стоп. Меня просила наша подписчица, Любовь Королюк, задать тебе вопрос по поводу этого холодца. Чего? Как сделать так, чтобы холодец был более таким, вот, держался без желатина? Чем просто. Ну? В чем секрет? Ни в чем. Нужно в рамках порций взять говядину и, блин, свинину. Лучше использовать ноги. Или голень. Голень, да? Да. Чтобы было больше вот этого коллагена. Чтобы больше смазки. То есть, в основном, вся... Чего он застывал? Вся вот эта жидкость, которая выделяется именно в бульон и застывает. Почему застывает? Почему рекомендуют при переломах есть хрящи? То есть, где хрящевая ткань? Да вообще, когда проблемы есть с этими... Где много хрящевой ткани, чем дольше ты ее варишь, это все разваривается. А потом это заливаешь, она очень быстро застывает. Короче, Люд, смысл в том, что... Вот как у меня еще отец сделал. Он покупал всегда голень, голяшку в основном покупал. Да? Вот. Кстати, некоторые... Из говядины, и свинины. И немножко мяса. Некоторые, кстати, покупают вот как вот эти свиные-то, рульки, рульки. Рульки, да. Но обязательно лучше взять вот эти вот ноги, копыты и так далее. Потому что... Копыт как раз не надо. Ну, короче, это понятно. Голень. Голень, да. Рулька. Вот. И чем дольше варишь, тем лучше. Во-первых, он будет очень нежный. Вот мясо разварится. У меня мать варит 6 часов. 6 часов, да? 6 часов. А у меня отец варил в мультиварке. Не в мультиварке, а в скороварке. Ну, в скороварке это не то. Конечно, это быстро все делается. Но вообще, как бы, чем блин дольше, тем блин лучше. Да, разваривается вот эта вот хрящевая ткань. То есть, грубо говоря, из мяса, из обычного мяса не получится. Да. Нужны обязательно кости и нужны вот эти хрящи, которые вот вывариваются и которые как раз вот не стывают. в ногах. В ногах, да. Так что, вот такой вот обычный секрет, ничего там страшного нет. Ничего страшного нет. Никакого секрета в этом нет. Да, секрета в этом нет. Это, по-моему, знает каждый хрящик. Ну, кто-то хочет делать заливное. Но заливное, например, можно сделать только, например, желатином, наверное, да? Нет. Заливное? Агар-агар можно использовать. Агар-агар. Оаа. Валованка дзернул. Агар-агар. Ладно, пускай дальше доедает. Все, надеюсь, ответил на вопрос. Все, Любушка, привет. Мужу тоже, привет. Он советовал нам все-таки арестон поставить, не термекс, а арестон. Всем огромное спасибо, кто за нас искренне переживает, кто за нас радеет, хорошие, добрые слова и пожелания. Ребятки, увидимся обязательно сегодня. Всех еще раз со Старым Новым Годом. Любим, целуем. Всем спасибо, всем пока. Увидимся.